Про ситуацию в Днепропетровской области мы говорим далее. Наталья Бабаченко, советник председателя Днепропетровской областной военной администрации, к нам присоединяется. Наталья, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем с оперативной ситуации. Как прошел день в Днепропетровской области? День прошел тихо, но сейчас у нас уже больше часа сирена. Будем надеяться, что все обойдется и тоже будет тихо. Наталья, Никопольский район под ежедневным огнем российских оккупантов. Снова были прилеты по Никопольской, Марганецкой, Красной Григорьевской общинах, как мы уже сказали. Расскажите про ситуацию там. Какие разрушения есть ли пострадавшие? Сегодня, к счастью, пострадавших нет. Есть незначительные разрушения. И этим обстрелом были повреждены линии электропередач, и люди остались без света. Но на сейчас там уже все энергетики починили и свет людям вернули. Вообще Никополь страдает от российских обстрелов. И Никополь, Никопольский район с 11 и 12 июля. И практически каждую ночь и каждый день туда прилетают российские снаряды. За это время там погибло более 30 человек и более 100 человек ранены. А вам известна причина, почему российская армия целенаправленно, ежедневно терроризирует именно этот район Гнепропетровской области? Ну, потому что они из временно оккупированного энергодара могут достать своей артиллерии. И снаряд оттуда летит всего 5 секунд до Никополя. Им удобно оттуда стрелять, и поэтому они просто запугивают мирный город и мирных жителей. Наталья, а какая там гуманитарная ситуация сейчас? Сколько людей осталось, и можно ли запросто выехать? Там можно оттуда уехать. Все, кто хотели, на самом деле уже уехали. Но сейчас в самом Никополе осталось процентов 30 людей. Если говорить о Никопольском районе, то оттуда уехала где-то половина жителей. Причем люди уезжают не из Днепропетровской области и не за пределы Украины, а они переезжают в самом районе, в те громады, которые меньше обстреливаются или которые вообще не обстреливаются. То есть у нас сейчас в Никопольском районе каждый день практически попадают под обстрелы 4 громады. Это Мировская, это Красногригорьевская, это Марганецкая и Никопольская. Поэтому люди из этих громад едут в глубину района и ждут, очень ждут, что обстрелы прекратятся и они смогут вернуться домой. Но вот в этих громадах там же люди остаются. Все ли у них есть? Есть ли у них вода, свет, тепло, доступ к продуктам, к медицинской помощи? Да, люди в этих громадах остаются. У них ситуация сложная, но в принципе у них есть и продукты, и медицинская помощь. Работают коммунальные службы в Никополе, вывозится мусор, на улице каждый день выходит общественный транспорт. То есть насколько они могут жить в таких условиях, какой-то более-менее нормальной жизнью, они этой жизнью живут и власти там делают местное все для того, чтобы эту жизнь обеспечить. Единственное, что, конечно же, каждый день эти города и села страдают от постоянных обстрелов. Да, кстати, вот о них. Наталья, 6 декабря Россия массированно атаковала Днепропетровскую область шахедами и ураганами. Какие последствия именно этих обстрелов? К счастью, наши очень крутые ПВО сбили все дроны, которые в этот день летели на Днепропетровскую область. Их было 8, и все 8 были сбиты. Никопольский район в этот день пострадал сильно, потому что там стреляли и из ураганов, и из тяжелой артиллерии. Там были повреждены в Никополе самом и в нескольких громадах жилые дома, частные жилые дома. Были повреждены магазины и разные административные здания. Вся Украина сейчас переживает, мягко говоря, непростую ситуацию с электроснабжением. Как Днепропетровская область ее переживает? Как отключают свет? Плановые эти отключения или экстренные? Какая ситуация? В последние несколько дней у нас экстренные и аварийные отключения. Плановых, к сожалению, нет. И мы пока не можем перейти к плановым отключениям, потому что Укрэнерго доводит до нас лимиты, в которые мы еле-еле впихиваемся. Нам их пока недостаточно. Очень часто в пиковые часы идет перепотребление электроэнергии, поэтому отключений становится больше. Мы призываем всех людей экономить. Понимаем, что это тяжело в этой ситуации, но только таким образом мы можем помочь нашей энергосистеме. К сожалению, она очень сильно повреждена. К сожалению, ее еще нужно восстанавливать. Наши энергетики в этой ситуации делают все возможное и невозможное. Они на самом деле большие герои. И большое им спасибо за то, что они делают, и за то, что в наших домах, пусть и какое-то количество времени в день, но есть свет. У нас в Днепре и в Кривом Роге даже остановлен электротранспорт, потому что он потребляет очень много электроэнергии. И для того, чтобы оставалось для котельных, для водоканалов, транспорт вынуждены были остановить. Но для того, чтобы люди не страдали от того, что нет трамваев и троллейбусов, на маршруты выходит просто больше автобусов. Вот такая ситуация на сейчас. А какая ситуация с водой, с теплом, и как люди, в принципе, спасаются, как помогают самим себе греться? Все водоканалы, все котельные, они все имеют электричество. Но когда получаются отключения, понятно, котельная на какое-то время тоже может остаться без электроснабжения. Но как только электроснабжение возобновляется, котельная снова начинает работать и подает тепло. Поэтому, конечно, тепло тоже в некоторые дома, знаете, подается, например, три часа есть отопление, три часа нет, потому что нет электричества, соответственно, нет тепла. Но дома не остыли прям критично, хотя есть дома, у которых ниже 18 и 17 градусов. К сожалению, пока такое есть. Но у нас есть по всей области пункты обогрева, назовем их так. Они по-украсте называются очень красиво, пункты незламности. По-русски они звучат не так красиво. И все люди, у которых есть потребность, могут прийти в такие пункты. Там есть свет, там есть вода, там есть электричество, можно подзарядить телефон, можно даже провести ночь, если есть такая необходимость, потому что есть пункты, у которых есть даже кровати, для того, чтобы было комфортно в тепле переночевать. Ну и про воду, уточните, я так понимаю, проблем в принципе в большинстве нет с водой у людей? Водой нет, конечно. Вода подается, но бывают какие-то аварии, которые никак не связаны с боевыми действиями. Просто вот аварии в сетях, они бывают всегда, особенно вот в такое время года. Ну и последний вопрос про безопасность в области. Вот эти вот постоянные ракетные обстрелы российской армии, понятно, что они не проходят бесследно, и остаются эти снаряды, которые не разорвались. Проходит ли разминирование? Разминирование проходит. Особенно оно актуально для Никопольского района, который постоянно обстреливается, и для Криворожского, который в последнее время уже, к счастью, не обстреливается, но был под обстрелами россиян очень много месяцев, и поэтому там сейчас идет разминирование. И поэтому, когда есть необходимость, то местные власти предупреждают людей, какие дни там лучше не выходить или не идти в какие-то конкретные места для того, чтобы дать возможность спасателям провести разминирование. Услышали вас. Спасибо большое. Наталья Абоваченко, советник председателя Днепропетровской областной военной администрации, говорили о ситуации в Днепропетровской области. Спасибо.